С потеплением и приходом весны на дорогах нашего города увеличилось количество не только автомобильного транспорта, но и двухколесного. Юные водители свободно передвигаются по проезжей части на велосипедах, мопедах и скутерах. Явление в общем обычное. Только вот ездить научились, а правила знать и соблюдать нет. Не все, конечно. Но многие создают проблемы не только пешеходам и водителям. В Угтеле с 12 мая началась операция профилактика безопасности движения. Сотрудники ГИБДД останавливают велосипедистов и пока только объясняют, что кататься по проезжей части, если не исполнилось 14 лет, нельзя. А тем более без средств защиты. Кататься вам можно на пешеходных дорожках. По дороге старайтесь не кататься. Ударились? Нет. Все, старайтесь или по пешеходным дорожкам кататься, или во дворах. Здесь по дороге не надо. Здесь видите, машины двигаются. Чтобы, получается, на будущее мы будем родителям докладывать и будут вас наказывать. Все, потихонечку идите туда и катайтесь по пешеходным дорожкам. Велосипедистам мы, получается, проводим с ним профилактическую беседу. Стараемся остановить, чтобы он не создавал опасность для скутеров, для водителей автомашин, для пешеходов. Стараемся с ними пока ограничиться профилактическими беседами. Ну, пресекать все равно мы пресекаем. Мы не даем, чтобы они двигались по всей дороге. А мопеды, которые нарушают, это перевозят, без шлема движутся, без света, бережного света фар, не включают поворотники. На них составляется административный протокол. Если гражданину есть 16 лет, данный материал отправляется в КПДН, на него составляется протокол по статье 12.29, часть 2. И с родителями они приходят, и данный материал рассматривается. Велосипедистам нужно знать, что двигаться можно только по крайней правой полосе, по ходу движения машин. Можно по обочине, если это не мешает пешеходам, и ни в коем случае не перевозить пассажиров. Также сотрудники госавтоинспекции работают и с водителями скутеров и мопедов. Как они говорят, это самый опасный вид транспорта, на него пока права не нужны, и поэтому ездят в основном подростки. Зачастую понятия не имеющие о правилах дорожного движения. И тоже мало беспокоятся о безопасности. Сейчас, на данный момент, что вас остановили? Двигались без шлема, да? Знаете, что на вас будет составлен протокол по статье 12.29, часть 2. Мопеды, пока еще водительское удостоверение у них не вступило в силу, сейчас этот вопрос рассматривается. Также они должны обязательно двигаться в шлемах, специально предусмотрены правила дорожного движения. Перевозить перевозка пассажиров строго им запрещается. Должны двигаться, значит, получается, один человек на одном скутере или на одном мопеде. Соблюдать правила дорожного движения, это должен быть включен ближний свет фар, фара, точнее говоря, одной фары. Также у нас, получается, данные граждане должны управлять с 16 лет. Помимо профилактических бесед, сотрудники ГИБДД составляют административные протоколы на нарушителей. За несколько дней операции их набралось больше десятка. Выписано 5 штрафов. Среди нарушителей – трое несовершеннолетних. Напоминают школьникам и подросткам, чтобы правильно хранили свои транспортные средства, не бросали на улицы, помогая при этом полиции находить украденные или потерянные велосипеды. Необходимо не исключать тот момент, что проще всего приобрести противоугонное средство, замок. Средняя стоимость его от 250 до 400 рублей, что дает возможность, я считаю, приобрести всем семьям, которые имеют в наличии такой транспорт. Лучше деньги на покупку этого противоугонного средства, чем стать жертвой преступления. Весенний сезон только начался, поэтому сотрудники правоохранительных органов напоминают родителям и детям быть более бдительными и внимательными как на дорогах, так и в хранении своих двухколесных друзей. Редактор субтитров А.Семкин